За что мы любим футбол, так это за его непредсказуемость. Иногда футболист может принять такое необычное решение, отчего зрители будут хвататься за голову и восхищаться гениальностью игрока. И в этом видео я и хочу вам рассказать о подобных эпизодах. Друзья, это вторая часть случаев высочайшего IQ в футболе. Желаю всем приятного просмотра. На 33-й минуте Димитрий Пайет, убрав мяч под себя, обошёл защитника Уотфорда. Француз вышел не на самую лучшую позицию, но в таком случае самым очевидным вариантом будет передача левой ногой на партнёра в штрафной. Но Пайет принял самое гениальное решение, отдав изящную передачу Робоне идеально на голову Майклу Антонио, который беспрепятственно с метра ворот вонзил мяч в сетку ворот. А после матча француз заявил, что делал это инстинктивно. В игре против Атлетика Бильбао полузащитник Барсы Педри выдал максимально неожиданный пас на Леонеля Месси. Испанец получил передачу от Лео и подработал мяч, после чего увидел набегающего за его спину Месси. Педри сделал замах и мгновенно отдал пас пяткой назад на Леонеля. Аргентинцу оставалось лишь спокойно занести мяч в незащищённый угол ворот Бильбао. Педри оставил неудел всех обороняющихся игроков соперника, причём как минимум три футболиста могли помешать Месси забежать за спину испанцу, но пас был настолько неожиданным, что футболисты Атлетика лишь наблюдали за забегом Лео. Ну а это решение Дели Али действительно получилось эффектным. А самое главное, после этого шпоры сумели забить гол. Дели Али падает. Ой-ёй-ёй, какой фирт падений сделал Дели Али. Хион Минсон прострел. 2-0. Лукас Моура. Ну вот так вот этот невероятный цирковой трюк Дели Али стал ещё и предвестником голевой атаки. В игре между Боруссией и Хофенхаймом гости заработали штрафный удар в 24 метрах от ворот шмелей. Довольно опасная позиция, и не зря дортмундцы встали в восьмером в стенки. Игрок Хофенхайма разбегается и точно бьёт в незащищённый угол ворот, но на помощь пришёл Мац Хумельс, который за секунду до удара помчался в ворота и головой переправил мяч на угловой. Немец фактически вытащил снаряд из пустых ворот, ведь голкипер уже был бессилен и лишь ожидал попадание мяча в сетку. Просто удивительное решение от капитана Боруссии. Друзья, уже сегодня Бавария может отправить Барселону в Лигу Европы, а Зенитс играет против Челси. И мои партнёры из OneX дают отличные кэфы на такое событие. Пополнение без комиссии, ставка без риска и вывод на любую платёжную систему. А самое главное, если вы регистрируете новый аккаунт и введёте промокод FOODLIFE, то сразу же получите 25 тысяч рублей на свой баланс. Так что не теряя ни минуты, заходите по ссылке в закреплённом комментарии и забирайте свой бонус. В матче между Шактёром и Реалом полузащитник Донецкого клуба отдал пас на ТТ. Игрок убежал от Эдера Милитау и отдал передачу на Марлоса, который отправил мяч в сетку ворот. Но судья сразу же зафиксировал положение вне игры. И как мы видим на повторе, ещё до паса Марселло сделал движение в сторону ворот соперника, и в момент передачи бразилец уже практически находился за линией центрального круга, что при любых обстоятельствах гарантирует положение вне игры сопернику, находящемуся дальше этой линии. Получилась идеальная офсайдная ловушка от защитника Реала. В игре против Чили Леонель Месси заработал штрафной удар на своей половине поля. Казалось бы, в такой ситуации можно мало что придумать. Но Лео, не дожидаясь пока арбитр выстроит игроков, разыграл стандарт и отдал голевый пас на Серхио Агуэро, который пробежал половину поля и, обыграв вратаря, занёс мяч в пустые ворота. А в этом случае можно отметить действия Криштиану Роналду. Алессандро Бастони получил не самый удобный пас от партнёра, но к нему сразу подбежал вратарь, который хотел выбить мяч. Криштиану понял, что в такой ситуации можно заставить соперника ошибиться, ведь ворота уже пустые. Двинув корпус налево, Криш моментально оттеснил молодого защитника, который побежал в ту же сторону, что и португалец. И, оббежав Бастони, отправил мяч в пустые ворота с угла штрафной. И случаи, произошедшие буквально на прошлой неделе в игре между Вестхэмом и Челси. На 87-й минуте при счёте 2-2 отметил со своей креативностью Артур Масуаку. Защитник получил пас недалеко от угла штрафной. В этот момент необходимо взглянуть в сторону вратаря Челси. Мэнди склонен к агрессивной игре на выходе, и он уже всем видом показывает, что готов идти на перехват кросса. Масуаку увидел, что кипер потерял ворота, и, взглянув в сторону Мэнди, невероятным ударом срезает мяч в сетку ворот лондонского клуба. Непонятно, это везение или же гениальный расчёт. Но, очевидно, автор гола знает ответ на этот вопрос. А в этом случае Родриго идеально пропустил мяч между ног после навесной передачи от партнёра. 14 апреля 2009 года состоялся один из лучших матчей в истории плей-офф Лиги чемпионов. В этой игре Челси и Ливерпуль наколотили 8 мячей на двоих. На 19-й минуте Мерсесайцы заработали штрафной удар. Фабио Аурелио хотел произвести навес, но затем увидел, что Петер Чех находится в полупозиции. Все ожидали навесную передачу, но игрок, разбежавшись с точнейшим ударом в притирку со штангой, вонзил мяч в ворота Челси. Даже Чех не ожидал такого поворота событий, ведь ещё до того, как Аурелио коснулся мяча, Петер уже двинулся вперёд к игрокам, скопившимся в штрафной площади. Возможно, вы помните розыгрыш штрафного от футболистов Баруси из прошлой части подобного ролика. Но футболисты сборной Италии модернизировали это исполнение, и получилось это не менее эффектно. На 36-й минуте матча Инсиния и Эмерсон запутали соперников. Швейцарцы уже двинулись ближе к штрафной, но увидев, что игроки не ввели мяч в игру, стали пятиться назад. После чего Инсиния отправил передачу штрафную, а Ди Лоренцо замкнул передачу партнёра. И самое забавное, что ассистент и автор гола являются футболистами Наполи. Видимо, такую заготовку они проработали ещё на тренировке неополитанцев. Криштиану Роналду забил множество потрясающих голов со штрафных в составе Манчестер Юнайтед. И когда в матче против Арсенала Роналду вместе с Харгривсом встал у мяча, все были уверены, что именно португалец произойдёт удар. Криштиану отсчитал шаги и встал в свою знаменитую стойку. Но внезапно для всех Оуэн Харгривс делает пару шагов и отправляет мяч в сетку ворот. Этим действием футболисты застали врасплох Йенса Лемона, который лишь стоял на месте и провожал мяч взглядом до самого попадания в сетку. Мейтленд Найлз воспользовался ошибкой Милнера и, перехватив передачу, прокинул мяч мимо вратаря. Снаряд уже шёл за лицевую линию, но в самый подходящий момент появился Месут Озил, который в не самой очевидной ситуации принял умное решение, отдав пяткой пас своему партнёру. А тот беспрепятственно отправил мяч в сетку ворот Мерси Сайдсов. Однажды, отвечая на вопросы на своём твич-канале, Мейтленд Найлз охарактеризовал Месута Озила как лучшего игрока, с которым он играл, и упомянул это гениальное решение немецкого полузащитника. В матче против Аталанты Бруно Фернандеш практически повторил пас Гути, который вы могли увидеть в первой части. Во время позиционной атаки красных дьяволов Бруно вышел один на один с вратарём, но вместо удара он пяткой покатил мяч на своего соотечественника Криштиану Роналду, которому оставалось занести мяч в сетку практически в пустые ворота. Особым украшением противостояния Валенсии и Реала стал первый гол, который в эффектнейшем стиле оформил полузащитник матрасников Тони Кросс. Голкипер и полевые игроки Валенсии занимали свои позиции перед розыгрышем углового. Причём, как мы видим, вратарь летучих мышей ушёл с ленточки и давал наставление своим одноклубникам. Тони увидел это и, проанализировав ситуацию, решился выполнить самый сложный приём. Немец разбежался и исполнил удар, именуемый «сухим листом», идеально послав мяч в ворота соперника прямым ударом с углового. Получилось филигранно точно, и самое главное, что гениально. Марцелло Брозович в матче против Барселоны показал необычный приём в защите при исполнении штрафного удара Луисом Суаресом. Брозович встал сзади стенки и в момент удара уругвайца Низом исполнил подкат, чтобы мяч не прошёл под подпрыгнувшей стенкой. Смекалка Хорвата могла спасти Интер. Суарес действительно направил мяч Низом, но один из футболистов Нерадзури всё же коснулся его кончиком бутсы и перевёл на угловой. Действия Брозовича действительно были понятны и обоснованы, ведь, возможно, вы помните, как в игре против Баварии Криштиану Роналду подобным образом отправил мяч в сетку ворот Мануэля Ноэра. А как вам пас Роберто Фирмино? Это же просто запредельный уровень мастерства и оценки происходящего. Грамотный прессинг — это всегда залог успеха, и продемонстрировали это игроки Уотфорда. Футболисты перекрыли все возможные варианты для передачи, и когда Сократис всё же решил отдать пас на Давида Луиса, Шершни подхватили Грека на ошибки и переправили мяч в сетку ворот Арсенала. Однажды Лионель Месси, увидев, что судья встал на его пути, решил использовать этого благо. Лео обошёл судью, после чего резким движением оставил неудел полузащитника, который уже готовился перехватить мяч у аргентинца. А в этом случае Райан Гикс и Патрис Эвра наглядно продемонстрировали, как вбрасывать аут, если соперники перекрыли все возможные варианты для передачи на партнёра. На последних секундах матча между Уэльсом и Турцией в Алице разыграли необычный угловой. Гаррет Бейл получил передачу от партнёра и, пробежав вдоль лицевой линии, отдал результативную передачу на партнёра, который удвоил преимущество Уэльса. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось, и поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране.